Вебинар Мастер заточки инструмента В общем, всего, что может резать, кромсать, строгать, пилить Это все к владетору Сегодня, напомню, тема нашего вебинара Еще раз напомню заточку манитюрного медицинского инструмента А вот сразу хотелось бы обратиться к тематике заточки инструмента медицинского Мы проводили небольшой опрос Перед тем, как проводить этот вебинар Стартовать проведение вебинара Возникал, был вопрос сформулирован таким образом Как часто вам доводится сталкиваться с заточкой бытового медицинского инструмента Вот, соответственно, Владимир, вы как практик, как человек, который непосредственно занимается заточкой Как часто вам доводилось сталкиваться с заточкой медицинского инструмента? Ну, смотрите, отвечу следующее Медицинский инструмент Медицинский инструмент Это узконаправленный продукт Который Есть определенные годы в медицинском инструменте По которым они имеют право отдавать То есть, первое и самую, скажем так же, губахную кусочку медицинского инструмента Это должность То есть, медицинское учреждение по возможности отдачи в мастерскую Это самый первый инструмент То есть, его приносит больше всего То есть, стоят новые поликлиники И хирургические болезни, которые делают операции И лепостки на того То есть, если Если Для Основные должности и хирургические То есть, они, как правило, люди и дробные В основном, это и дробные То есть, прямые хирургические должности В основном, это для Медицинского инструмента Они очень редко Дальше, то есть, какой Ну, то есть, это могут быть англитонные на жизнь То есть, это могут быть бюлеты Это могут быть, что еще там Борт пресс Но, опять же, можно понимать Готовы ли ваша мастерская обслуживать данный инструмент Если это ножницы, то, пожалуйста, установка G&T, G&T 2, G&T Ну, то есть, ну, как бы, мангитуры Да, то есть, ATEMS PRO В основном, хирургические ножницы Ну, а у меня задача Успор передней поверхности И, когда мне приносили первые Эффициентские ножницы Тех заданий Было четко написано Рез должен быть от носика 15 мм То есть, все, что ниже, в принципе Не очень, как бы, это Плановало, да То есть, по тому, как Беломки в процессе операции Это делают именно передней части То есть, мы Дарившим И, соответственно Матирование То есть, самого инструмента Почему? Потому что В момент операции инструменты Нужен привлекать, да Соответственно Кастеров Грамотно И правильно Выполнял свою задачу То есть, Владимир Можно сразу Да Поближе Повыше Просят Прицепить микрофон Не очень Хороший Оп Проспрощение Не очень хороший звук Вот так нормально Я думаю Нормально Если Уважаемые зрители Если Звук Сейчас у Владимира Появился хороший То Напишите в комментариях Что все в порядке Чтобы мы могли спокойно Дальше продолжать Я думаю Снимай его Вот так С каждым С каждым С каждым Просьба Владимиру Если Он будет Писать личные сообщения Петру То лучше делать это Через чат Потому что Сторонние звуки Они Накладываются Спасибо Кстати Петр Если Там удобно будет За камерой Так Так Собственно Возвращаемся К тематике Нашего вебинара А что касается Вот опять же Задают вопросы Особенно Люди Которые Только планируют Заниматься Заточкой Инструмента Заточка Хирургического Инструмента Такого как Скальпель Ампутационный нож Вообще Еще раз Повторюсь Ампутационный нож Да Скальпель Нет Как бы Нам Не то чтобы Никто не открывает тайну Какая должна быть Ширковатая В принципе Можно Режущий кромки Но Насколько я Технически Понимаю При Использовании Скальпеля Рез происходит Отчасти Рваный Для того как Человеку Зашивают Рану Которую Ту боль Которую Мы Причинили То есть Рана Должна Заживать Если Это будет Исключительно Бритвенная Режущая Кромка То Соответственно Эта Рана Будет Заживать И Опять По Техническим Моментам Поликлиники Больницы Те Кто Использует Скальпелем Они То есть Его используют Возможно Они делают Санацию Используются Пожары Но Используют его До тех пор Пока Он не перестанет Отвечать Их требуем В момент Реза Камер Поэтому Как только Происходит Они Специализируют Под Это Бюджетная Организация И Техни Но Чаще Еще Повторюсь Потому Как Работаю И Работаю С Другими Больницами Сонкоцентром В городе Самара Они Отдают Только Ножницы Никаких Ни Долото Ни Пилы Ни Ничего Только Есть Другой Заказ Я перечислил Ножницы Ножи И Борт Презами Перед началом Вебинара Говорил Что Технологическая Заточка То есть Там Каждая Прорезь Идет Под Определенным Углом Укреплением И они Должны быть На одной высоте Режущей кромки Чтобы Каждая Режущая кромка Участвовала В процессе Резания Да Если Опять же Говорить Начинающим Заточникам Необходимость Точнее Или Обращение Внимания На Заточку Хирургического Инструмента Это Будет Только После того Как он Начнет В принципе Работать Если Мы Перепрыгиваем С Хирургического Инструмента Это Услуга По Заточке Хирургического Инструмента Она Как Дополнительная 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 Заработка Потому что Я говорю Прийти в медицинское учреждение Отнять Ножницы Это Надо еще Десять раз Стоять На коленях Лбом Постучать Либо Это В основном Все Идет Через Тендер Просто Принесли Выложили Это Не тот Инструмент Который Принадлежит Хирургу Если Мы Берем Ушеры Пинцеты Он Принадлежит Мастеру Клиенту Который К Мастеру Приходит На Сделать Поэтому Это Все равно Чаще Обращение Оно Будет Оно Есть Если Брать Своды По Заработку Относительно Хирургического Он Рудит Его Боль Тут Я Немножко Поясню Еще Нашим Зрителям Нашим Участникам Вебинара Почему Мы Объединили Эти два Инструмента Они Чисто Геометрически Собой Похожи Если Брать Хирургические Ножницы Стандартные Они Больше Похожи На Кутипульные Тизеры Но Единственный момент Они Не Такие Тоненькие Не Такие Изящные Как Четыре Ножницы Они Попрочнее Ну и Всякий Инструмент Такой Как Пушер В принципе Возможно Можно Сравнить С Пуретом Похож Пример Да Пример Это Немножко Другая Поэтому Что мы хотим сказать Мы хотим сказать следующее Что Если вы планируете Заниматься Заточкой Только Медицинского Инструмента То это наверное Не совсем Будет правильно С точки зрения Организации Вашего дела И с точки зрения Зарабатывания Тех денег Которые вы хотите заработать Все таки надо Совмещать Каким Ну и Как сказал Владимир Заточка Маникюрного Инструмента Она принесет вам Гораздо больше Заработка И Даст вам гораздо Больше возможностей Для того чтобы Заработать Какие-то деньги Если вы собираетесь Заточкой Заниматься профессионально А Что еще Можно сказать Про Особенности заточки Маникюрного Инструмента Ну и Медицинского Я вот например Как Дилетант В сфере Заточки Я вижу основную Проблему в том Что нужно Обеспечить Определенную Шероховатость Рабочей Полярности И Каким образом Это делается Вот у меня такой Вопрос И для чего Нужно обеспечивать Шероховатость В процессе Работы Мы Говорим Я понял Да Есть Понятие Шероховатость Режущей Кромки Цифром Цифровом В данном случае Если брать Заточку Опять же Касаемые Террубические Инструменты Например Ножницы Я делаю На обычном круге Электрокорун Зерно Эксо-80 То есть Те кто У меня сейчас Слышит Они Могут понять То есть По Зернице Это самое мелкое Зерно Электрокорун Соответственно В момент Заточки Нарежущей кромки Образовывается Такая Мега Микронасечка То есть Потом После того Как я снимаю Полотно Держатели Делаю Сведение То есть В момент Сведения У полотен Автоматически Срезается Заусенчик Опять же Я В момент Сведения Полотна Пальцами Свободные Руки Чуть Чуть Развожу Чтобы не повредить Самую Режущую кромку И В момент Такой Заточки Такого Сведения Получается Шероховатость Которая Позволяет Не сползать Материалу В момент Резы Если я Заполирую Например До Зеркального Блеска Как Парикмахерские Ножницы В момент Резы У хирурга Этот материал Будет Выдавливаться Это Один Момент И второй Момент Например Те же самые Хирургические Изогнутые Ножницы К сожалению Ну как В моем случае Показала Практика Точнее Это возможно Но Нежелательно Затачивать Острее 80 градусов Угла Заточки Почему? Потому что Они Изогнутые Полотна очень Плотные И Соответственно В момент Смыкания Могут Воткнуться Друг в друга Режущие Фронки Это Если угол Заточки Будет Острее 80 градусов Я Когда У меня был Первоначальный опыт Заточки Опять же Данных Ножниц То есть Соответственно Столкнулся С тем Что я Просто Сидел Замерял углы Разглядывал И Пытался Понять В чем Моя ошибка Когда У меня Не получалось Вести Полотна Но Это Было В 2013 Я Сталкивался Первый Раз И Когда Я понял Что 80 Это Нижняя Граница И 90 Это Верхняя Граница В этом Диапазоне Я Подобрал Угол Заточки И Мы Не Можем Сделать Бритвенно Острую Заточку За счет Этого Мы Конфенсируем Вот Этой Шкатова Если Мы Заполировали То Материал Будет Однозначно Соскальзываться Реже Мастер Мастеров Маникюра Такая же История Ну С Мастерами Здесь Другая Ситуация Сами Ножницы Полотна Более Тонкие Значит Они Более Эластичные И Соответственно В момент Заточки Угла 65 Может 45 Я Не знаю Но Например Я Допустим Затачиваю 60 градусов Разница 80 60 Маникюрные Гораздо Проще Свести И Не Вырвать Кусок Режущей Кромки Когда У маникюрных Ножниц Полотна Также Профили Зогнуты Поэтому Здесь Немного Другая Тематика И К примеру Для Маникюра Там Используется Порядка Двух Мм От Носика Рабочая Поверхность Режущей Кромки Здесь Я Провожу Полировку Мастера Маникюра Могут Размочить Кусикулы Могут Обрабатывать На сухую Но Что с мокрой Сухой При полировке Режущая Кромка Не Уходится Поэтому Здесь Я Полирую Угол Угол Заточки Острее И Достаточно Удобно Для Микроножниц Твизеров Те же Самые Правила Работают А вот Что касается Кусачек Там Какие Нюансы Потому Что Кусачки Хирургических Основная Задача Идет Заточка Передней поверхности Если У Маникюрных Ножниц Передней поверхности Должна быть Максимально Низкой То У хирургических По большому счету Должны присутствовать Именно Характеристики Реза Так называемые Чтобы В принципе Воспользоваться Режущей кромки Предназначением Щипчики То есть Если мы берем То Постановка Режущей кромки У щипчиков Она состоит Из двух этапов Первый этап Это Заточка По передней поверхности Опять же Здесь Подбор По шероховатости Это уже На свой вкус Как бы цвет То есть Кто-то может Работать На алмазных Чашках Или тарелках С зерном 80 на 63 Кто-то 125 на 100 Кто-то 50 на 40 А кто-то Полирует Вообще Зеркало И говорит Что это правильно Кто-то берет Просто Алмазный напильник И Это делает Алмазным напильником Или Любым Другим Напильником Допустим Когда Мы уже Затачиваем Это Первый Первый этап Второй этап Это Соответственно В момент Формирования Передней поверхности Здесь уже Смыкание То есть Носик Пятка Может Дотрагиваться Носик Может Дотрагиваться Пятка То есть Соответственно Здесь Мы уже За счет Паски Формируем Непосредственно Само Отвлекание И в том числе Получаем Режущую кромку То есть Ту Именно Стойкую Режущую кромку Которая нам Не обходить Причем В промежутке Между этими Двумя Операциями Нам Нужно Обратить Внимание На Легкие Заклевки Если Он Большой То Его Нужно Ухранить Если Его Нет То Продолжаем Формировать Саму Клазму То есть Это Две Самые Основные Составляющие В момент Заточки Именно Щипочки Соответственно Они По отношению К Заточке Тех же Нужницы Это Две Разные В ножницах У нас Два Полотна Изгибами Мы можем Поймать Режущую кромку То У Щипчиков Именно С Сведением Пас То Мы Получаем Режущую кромку И Мы Получаем Обязательно Смыкание Здесь Идет Смыкание Не Режущая кромка Будет Поднутряться Но Тем не менее Мы Это Делаем На Ровной Поверхности Мое Следующее Продолжение Уже От теории Понемножку Переходить Практики Тем более Сегодня Практика У нас Будет проходить На станках Адемс Мы Используем Станки Адемс Маникюр И Адемс Живите 2 Вопросы Появились Пока Вопросов Не Появилось У наших Зрителей Поэтому Если Они все-таки Возникнут Я предлагаю Их задавать Если по ходу Нашего вебинара Вы хотите Что-то Узнать Дополнительно Задать Какие-то уточняющие вопросы То вы можете Это делать Не стесняйтесь Спрашивайте С удовольствием Попробуем Ответить На все Ваши Вопросы И так Вот Сейчас Собственно говоря Мы продемонстрируем Заточку Заточку Чего мы продемонстрируем Владимир Ну давайте возьмем Те же самые Щипчики Например Я перед Опять же Началом Подготовил Обычные Простые Щипчики Вот Я в данном В этом случае Нахожусь Рядом С станком Одесс Моникюра Вот У которого Основная Задача Производителя Была Может быть Кто-то уже Слышал Я лишний раз Повторю Основная Задача Производителя Была Установить Частотник Который Ну Преобразователь Который Можно регулировать Соответственно Частоту Вращения Непосредственно Самого Абразивного Круга Да То есть Стартует он От нуля И в принципе Можно его Распочегарить До 3000 Ну 3000 Наверное Многовато Ну Там Для начинающих Можно работать На 2000 То есть Это первый момент Второй момент Здесь Удовство Заключается В том Что Основная Сулка Она На ось Посажена И Всего Лишь Навсего Ответная Часть Куда Примыкает Гайки То есть Мы Всегда Минуем Торцевое Биение То есть Если нам Необходимо Поставить Вулканитовый Круг Допустим Я откручиваю Большую гайку Сниму А у нас Поставлю Вулканитовый У меня Торцевого Биения Не будет К примеру Или То же самое Я могу Произвести Также Установку Электрокорунда То есть Соответственно Корцевое Биение Будет Отсутствовать Дальше Биение По Передней поверхности Либо При помощи Алмазного Карандаша Я могу Устранить Это Как один из вариантов Но если мы Говорим Про Монитурные Инструменты Первое Допустим Одна из основных Позиций Это Формирование Передней поверхности То есть Здесь Допустим Допустим Есть Держатель В данном случае Крупп профиль 9А3 Соответственно С двух сторон Рабочей поверхности Абразива То есть При помощи Вот такого Незамысловатого Держателя Который Сюда Устанавливается И При зажиме Здесь Непосредственно В самих Щипочках То есть Мы можем Осуществить Формирование Передней поверхности С двух сторон С этой и с этой стороны Далее После того Как мы Формируем Передние поверхности Соответственно Этот круг Можно снять Да То есть Опять же В комплекте Станком идут Два ключа на 34 То есть В принципе Достаточно Быстро Можно убрать Вот И опять же Уже сажается Алюминиевая чашечка То есть Вот с этим Ну то есть С металлическим кругом На котором Собственно Клеится Сама шкурка То есть На шкурке Я уже могу Делать Непосредственно Ну допустим Там саму фаску Да То есть Именно Под Неоспадимым углом Атаки Для Момент сведения И дальше Уже Толщину Но В данном случае Сейчас Показываю На Алмазе Да То есть Вообще Я это делаю Как раз При помощи Шкуры То есть Вот Собственно Этим Как бы Этот станок И удобен Да Единственный момент Когда Человек Будет пользоваться Этим Станком Здесь Все таки Ну можно Допустим Установив Сейчас я их Давайте поставлю Да Выдержать Выдержать 90 градусов Чтобы Нам Соседней Режущей кромкой Не зацепить Непосредственно Затянули То есть Проверили На предмет И дальше Мы Подбираем Уже Непосредственно Ну Подвод То есть Самой Режущий Кром Ну то есть Подвод Самой Передней Поверхности То есть Вот Я зафиксировал Допустим Да И Что здесь Происходит Если Вот Здесь У меня Манипулятор Подвижный То есть Если Мы Говорим Для Кого Предназначен Этот Станок Ну Я Наверное Скажу Уже Для Бывалых Мастеров Кому Именно Необходим Подвод Да Именно Самый Угол А Вот Здесь Вот В принципе Я Готов Поверим В принципе Я Готов Какие Обороты Ну вот В данном случае У меня 2000 оборотов 2 То есть Можно Ну как бы Понятно Что Если У людей Опять же Те кто Привык работать На Обычных Точилах Там 2800 И Как бы Ни у кого Частотник Ну В данном случае Я Выбираю Где-то 2000 оборотов То есть Мне на них будет Мы Сейчас Производим Заточку Передней поверхности Да То есть Вот Такими Движениями Путем Перемещения Я бы Назвал это В продольном направлении У нас Затачивается Передняя поверхность Обращаю внимание То что Инструмент Подводится Очень Плавно Очень Мягко То есть Вот Передняя поверхность Сформирована И в принципе Что здесь Достаточно Я сейчас Попробую ее показать Легко Крупным планом Имеется ввиду Что я В любую единицу Времени Ну то есть Очень быстро Сняв держатель Но не убирая держатель Сами щит Ну Если допустим Я не заделал Или Не вышел на режущую кромку Или что-то не нравится То есть Я опять Устанавливаю Соответственно Держатель Сам манипулятор И опять же Под тему Сам углом Я делаю Подвод Абразив То есть Манипулятор помогает Выдержать Этот самый угол Позволяет его Не завалить Не сместить Ну там Например Человек Начал заниматься Там проработал Полгода Понимает Что-то Что-то Проработает Формирование Или Например С первого раза Он не может сделать Со второго раза В это же пятно Не попадает То есть А здесь Как раз Получается Что Если Мы Не вышли На режущую кромку То есть Здесь Мы ничего не теряем То есть У нас Угол На абразиве А вот это С носика на пятку Это исключительно Опыт И рука Ну это видно То есть Вот это Мы всегда Можем поймать Нам всегда Сложнее Уловить Именно Вот его Сложнее Начинающему Мастеру И мастеру Который Проработал Ну там Даже год Наверное Он не всегда Попадает Со второго раза Соответственно Все мастера Либо стараются Сделать С первого Раза Либо со второго Но иногда Можно просто Замолить То есть Соответственно Для этого Вот Ну Конструкторами Разрабатываются Эти технологии Что Здесь мы угол Выставили А вот это Сами Да Сверху вниз Глядучи Как бы Мы можем То есть Дальше Следующий Момент Я также Аккуратно То есть Просто Изменяю Угол Попробую Поймать Все это Кадров То есть В принципе Вот Я сейчас Ну Как бы Ну Мне не нужны Здесь Градуцы Да Или Шкалы То есть Почему Потому что Внутреннюю поверхность То есть Переднюю поверхность Разных Точнее Одного и того же бренда И Находясь даже Зеркально Друга Друга То есть Здесь Изгиб Или Там Поверхность Отличаться Поэтому Делать Зеркально Или Ловить Этот Градук Я Не Делаю Я Исключительно По Необходимости Делаю Вот Эти Все Подводы То есть Сейчас Опять же Зафиксировали Включили Сейчас Опять же Попробую Максимально Крупно Показать В кадре То есть Передняя поверхность От Режущей кромки Где-то Около Двух Миллиметров Ну Если Ее Брать В ширине Для Того Чтобы Потом Уже Сейчас Сформировать Пасточку Сделать Как бы В принципе Этих Двух Миллиметров Нам Будет Достаточно И Момент Следующий Когда Я Формирую Переднюю Поверхность Я Стараюсь Не Сточить Предыдущую Паску Почему Ну Потому Что Если Я Стачиваю Значит У меня Режущая Кромка Относительно Вот Этой И Поэтому Когда Я Буду Формировать Саму Паску То есть Это У меня Будет Толще Это Соответственно То есть Получается Что Искусственно Я Съем Этого Металла Просто Часть Просто Уменьшаю Уменьшаю Количество У Далее Как Шипчики Украшение К Опять И же, чем это вызвано, какими особенностями проведения работ, почему именно на щипчике, почему не от щипчиков. Ну, во-первых, технологически настроить станок, конечно, можно, чтобы он вращался и по-часовой, и против часовой. Ну, как бы в данном случае идет вращение против часовой, так как мне удобно осуществлять подвод поверхности, и мне нужно видеть ревьючную кромку, соответственно, я ее поднимаю вверх. А вращение идет против часовой, и, собственно, ну, как бы, поэтому, поэтому так. Владимир, покажи еще раз одну крючку, куда он вращается вращение. Да, на встречу, да, на встречу ревьючную кромку. Продемонстрировали. Не стесняйтесь также задавать свои вопросы в Ютубе. Я напомню нашим зрителям, участникам нашего вебинара, что на все станки, которые вы сегодня увидите, которые мы вам продемонстрируем, мы на эти станки участникам нашего вебинара предлагаем обучающие видео со скидкой 25%. Вы можете связаться с нашими менеджерами, и при условии покупки станка приобрести видео, в котором подробно рассказывается о том, как проводить работу на данном станке со скидкой 25%. Ну, вот в данном случае, опять же, повторяюсь, к тому, что я сохранил предыдущую паску, но при этом вышел на ревьючую кромку и сформировал достаточное мне количество высоты передней поверхности, вот, то есть при смыкании, ну, зазор практически минимальный. Ну, я имею в виду, вот, сейчас носик касается, и пяточки чуть-чуть расходят. Я опять же попробую взлезть камерой и показать, то есть, где это, ну, вот так вот, если вы будете видеть. Вот, я практически, то есть сильно, ну, с больших усилий не прилагая, ну, практически речь к кромке носа. Ну, здесь появился, ну, есть, естественный люк, да, то есть, ну, опять же, хоть это щитчики и новые, ну, это, ну, понятно, что он бюджетный такой вариант, как бы, да, вот, то есть здесь перед началом дальнейшей операции необходимо устранить люк. Для этого компания ADEMS разработала так называемое приспособление для устранения люкок-заклётки, то есть скоро в ближайшем, там, я не знаю, необозримом будущем, а имеется в виду, я думаю, там, на следующей первой неделе, оно появится уже как бы в тестовом варианте и так же появится в продаже. Причем там можно будет устранять люк при стандартном, ну, то есть накладном, скажем так, суставе, да, потом есть так называемый английский сустав, который друг к другу, да, там щитчики при изготовлении вставляются. То есть там идёт, если здесь окружность идёт больше и меньше, то есть мы понимаем, что заклёпка сама по себе коническая, то в английской версии там идёт равносторонний штизм. И вот, да, в этом приспособлении по устранению люкок-заклётки там будет так, ну, скажем так, ну, образно, как вот здесь вот возвышение, да, мы сюда поставили, а сверху закернили. То есть получается, что сразу с двух сторон мы эту, ну, то есть этот штифт будем, ну, скажем так, открывшить, это будет большой плюс. Вот, ну, это такая быстрая, лёгкая реклама, то есть то, что скоро появится, ну, то есть... Да, поэтому спрашивайте наличие вот этого приспособления. Да, ну, я надеюсь, что тест пройдёт достаточно быстро, и тому, как, ну, у меня, когда ученики приезжают на обучение, вот, они зачастую спрашивают просто, где взять данные, то есть данные приспособления. То есть, естественно, как бы, либо я развожу руками, делаю ты сами, либо там, ну, покупайте, где, где кто производит, да. Поэтому компания ДЭМС идёт навстречу пожеланиям трудящихся, своих заказчиков, и производит это оборудование самостоятельно. Я хочу быстренько устранить люфт. Да, я пока реплику одну приведу из поступившего вопроса. Вот Валерий К. говорит, что при обратном вращении на кромке остаётся заусенец. Это так, то есть, если круг будет вращаться... Да, навстречу. Ну, вручение, естественно, остаётся, но потом я его уже устраняю. Сейчас мы устраняем люфт в заклёпке. Здесь есть какие-то технические нюансы по тому, как это надо делать? Ну, естественно, после удара по центру заклёпки, я это проверяю на произведение, да, то есть... То есть, можно выкрутить пружину, проверить, справляется ли она, да. Опять же, пока мы сейчас будем производить дальнейшую заклёпку после устранения изоляции заклёпки, я не рекомендую открываться больше 90 градусов, потому что может техническая заклёпка появилась. Вот. Ну, то есть, если, допустим, я перетянул заклёпку, значит, я всегда могу перевернуть, над отверстием, допустим, отверстием вот этот заклёпку поставить, и с этой стороны просто прославить именно само напряжение, да. Потом, опять же, попробую, и с этим, держа за одну ручку, то есть, другую я могу всегда покачать, проверить, ушёл люк или остался, и, соответственно, уже приступить к формированию фанта. Владимир, а ещё тогда такой вопрос. А что делать? Ну, я думаю, пока вопросов не поступало, я думаю, что всё прекрасно слышать. Спрашивают, какая ширина алмазного метра? В данном случае 20 мм. 20 мм. Это позволяет затачивать рабочую поверхность шириной до 20 мм. Всё верно? Да. Ну, здесь мы, опять же, можем трактовать следующим образом. Если человек, допустим, ну, я просто сейчас вручную покажу, да, то есть, если у коряющая кромка, допустим, там, 11-12 мм, и, например, ширина рабочей поверхности 10 мм, то здесь нужно очень чётко делать провозку, да, то есть, это нужно чувствовать и знать. То есть, если мы, допустим, исходя с точки зрения подвода, просто с поверхности сразу абразива, да, и мы не хотим вот этих вот никаких колебаний делать, ну, я рекомендую брать сразу 20 мм. Ну, если, опять же, мы говорим про, ну, как бы, манипулятор подвижности, да, то есть, на сзади меня, сейчас мы к нему приблизимся, да, то есть, манипулятор, точнее, ну, держатель идёт только параллельно, да, ну, как бы уходит вверх-вниз, да, соответственно, там можно хоть 5 мм. Вот, поэтому здесь на вкус и цвет, но просто надо понимать ценовую политику, да, то есть, как бы вот этот круг, ну, чтобы вы понимали, там, к примеру, стоит где-то в районе, там, 4,5 тысячи рублей, вот, то есть, меньшим диаметром, то есть, меньше, меньше рабочих поверхностей, то есть, меньше, 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 то есть, это, в принципе, ну, я думаю, что можно размещать заказы, так же, в компании «Адент», да, это уже сугубо индивидуально, то есть, задача компании «Адент», в данном случае, пока, вот, именно, конкретное предложение по этому станку, в той рабочей комплектации, в которой она будет, вот, а комплектация у него идёт только с двумя алюминиевыми кругами с магнитами, да, поэтому, здесь уже вы сами, там, вулканит это, электрокорунт, или алмаз, то есть, или это чашка, допустим, да, вот, то есть, так же можно, да, использовать и чашечку можно поставить, но тогда при формировании тех же внутренних поверхностей, ну, передних, да, поверхностей, то есть, соответственно, как бы чашку просто или их просто две нужно иметь в арсенале, либо одну перейти до сюда, то есть, в это же время это может быть неудобство, да, вот, с одной стороны, с другой стороны, при лёгкой смене абразива, который, ну, как бы, именно запланировано относительно этих станков, ну, здесь нет места. Напомню, мы сейчас рассматриваем станок ADEMS маникюр, и на нём мы продолжаем заточку кусачек маникюрных. Сейчас мы устанавливаем? Сейчас мы устанавливаем щипчики, ну, в сомкнутом состоянии, то есть, для того, чтобы нам отчитывать формирование непосредственно самой фаски. Да, то есть, вот я здесь уже закрепил, здесь я расслабляю вот этот барашек и, соответственно, их выкручиваю таким образом, чтобы у меня вот эта вот поверхность, вот, она сравнялась. То есть, это говорит о том, что у меня щипчики будут подведены именно, ну, скажем так, максимально параллельно. Да, то есть, если я вот так вот это, ну, значит, я одну фаску больше, другую больше. То есть, это как бы, ну, в этом есть определённый удобство данного держателя. То есть, вот мы зафиксировали, здесь зафиксировали, ну, вот, сейчас одну секунду... Сейчас мы просто заменим абразивный... Не, ну, в данном случае мне удобно работать под правую руку, вот, поэтому я, как бы, не знаю... Пока у нас идёт замена круга, тут вопрос такой, что можете сказать о твизорах от Монцартхауса? Приходилось сталкиваться с такими инструментами? Вы поймите, как бы, это какой регион выдаёт вопрос? Да, соответственно, вам вопрос... Да, каждый... ...вопросил от твизора Монцартхауса, пожалуйста, в какой вопрос? Для того, чтобы мы могли дать ответ... Ну, нет, я могу дать ответ. Просто, допустим, в каждом регионе, в разных городах мы не пользуемся различными брендами. То есть, как бы, это нормальная ситуация. Если у нас в Самаре это, там, ну, образный Зингер, Медсгер, Сталик, да, то есть, обладание, ну, ещё Йопа, да, то, может быть, в каких-то, там, других регионах, это может быть, там, Сильвер Старн, Сильвер Старн, Солинген, Соленберг, да, то есть, ну, их огромное количество. То есть, какой-то из производителей захочет его имя нанести, да, то есть, оно будет, там, вообще, дядю Вася называться. Вот. То есть, принципиальность в бренде, как таковая, ну, думаю, нет, но здесь может быть только на, обращать внимание на металл. Ну, это, если производители его пишут, то есть, там, хирургическая сталь, медицинская, да, или же это просто, там, какой-нибудь, там, 440С, да, или, то есть, ну, какие-то стали. То есть, обычно, как показывает практика, при распаковке гризера, да, то есть, там, вообще не написано, какая марта станет. И, что это, ну, с другой стороны, это плохо, конечно, потому что мы не можем понять, что мы вообще в руках производители делаем. Так, сейчас мы будем формировать фаску, я с вашего разрешения перейду на другую сторону. Я попрошу, Пётр, проконтролируйте, пожалуйста, наличие картинки. Ну, в данном случае, я, ну, установил, как бы, я начинаю с шестисотой шкурки, да, потому как мне нужно предварительно, ну, скажем так, совершить обдирочную операцию, да. Вот, потом у меня есть, там, допустим, круги заправлены, там, тысяча, да, то есть, можно наклеить и две с половиной, там, и хоть десять тысяч, да, то есть, шкурку, вот. Вот, но здесь нужно понимать, что подвод уже к мелкозернистой шкурке, там, уже к двухтысячной, две с половиной, три, пять, то есть, здесь уже нужно контролировать вот этот вот подвод, потому что даже таким мелким зерном можно все равно завалить само предварительное смыкание. Вот, то есть, в данном случае, вот, я, как бы, именно формирую упадку на шестисотой шкурки. То есть, обороты можно, ну, чуть занизить, там, например, ну, сделаем, там, тысяча шестьсот, то есть, почему, опять же, зададут вопрос, почему я занижаю обороты, да, то есть, это, ну, если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться. Вот, еще, кстати, одно преимущество станка, оснащенного шестьсотным преобразователем, вы можете регулировать обороты под те задачи, которые вы выполняете. Опять же, там, вторичное, как бы, удобство этого круга, этого станка в том, что я могу всегда посмотреть, на какой стадии у меня идет формирование паски, вот. Паска обязательно должна быть однородной, да, то есть, у нее не должно быть никаких вершин, появлений вершин, скажем так, вот. Так как носик дотрагивался в первую очередь, потом я не мог сомкнуть непосредственно нижнюю часть, ну, то есть, саму пятку, да, вот. Ну, нижнюю часть режущей кромки, в данном случае при формировании такой паски, как бы, да, у меня сейчас верхняя часть режущей кромки, ну, то есть, верхняя часть паски, она более широкая, нижняя часть паски, она менее широкая. То есть, как бы, у меня сейчас получилось разные толщины паски, но при этом, чем такая паска плоха? Она не плоха, это именно технологический момент формирования самой паски, ну, скажем так, паски, ну, то есть, именно формирование смыкания, да, то есть, режущих кромок. То есть, это как раз именно, ну, и правильно, то, что так получилось, потому что, если бы я дотронулся просто параллельно, да, то есть, кругу и параллельно, то есть, я просто снял лишний кусок, ну, точнее, снял металл, но при этом зазор никуда не исчез бы, да, то есть, в данном случае сейчас, ну, если мы посмотрим на там тот же зазор, если его смогут увидеть, да, вот, если можно в камеру, он, он, да, я, 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 он прям вот, только носик касается и, соответственно, идет смыкание, если мы, вот, если мы возьмем, ну, какой-то, скажем так, проверочный материал, какая-то будет там, ну, в данном случае, давайте там, выбирать долго не будем, то есть, именно вот пакет, то есть, идеальный рез, как бы, да, никакое поддергивание, то есть, там, ни носиком, ни пяткой не существует, вот, то есть, в принципе, опять же, чем мне нравится работать на тех же самых абразивах в виде шкуров, тем, что здесь шкурка дает менее стойкий заусенец, нежели, чем, допустим, даже самый мелкий алмаз, ну, алмазный круг, вот, поэтому, ну, там, я, конечно, ногтем это не убираю, но посредством, допустим, подбора абразива, там, с более крупного, там, в данном случае, 600, вот, более мелкого, например, там, двух с половиной тысячи, да, полировки, то есть, заусенец в любом случае будет менее стойкий и, соответственно, даже если я сделаю, ну, рез вот так вот, ну, пакета, да, то есть, соответственно, заусенец просто слетит, и мне, естественно, зададут вопрос, а все-таки хотелось бы, чтобы заусенец не присутствовал на режущей кромке со стороны передней поверхности, господа, я вам могу ответить следующим образом, раз, как сказать, разлюфтовка или люфт заклепки может появиться гораздо раньше, чем выйдут из строя режущие кромки, соответственно, мастер манитюра, который приходит, и задаёт вопрос, а вот на что мне обратить внимание, то есть, всегда, ну, я, допустим, отвечаю, выберите инструмент, где качественная заклёпка, опять же задаёт вопрос, а какой инструмент качественной заклёпкой, то есть, это может быть Йоко, это может быть Фолтон, это может быть Сталикс, это может быть, там, Давида Мастера, это может быть, Именитые бренды, где очень хорошие качественные заклёпки. Чем медленнее в заклёпке в момент работы самим мониторным инструментом происходит появление люфта, соответственно, тем дольше будет работать рельеф-штрон. Тем меньше они будут поднутряться друг по другу, тем меньше они будут выходить из строя. Поэтому присутствие минимального заусенца – это не страшно, поверьте. То есть при формировании той же самой паски или полировки даже 2,5-2,5 тысячи шкурки, заусенец будет настолько мелким, что мастер и монитор его даже не почувствуют. Ну или он слетит раньше, чем она сможет его почувствовать, а именно после первого же проверки на… Владимир, тут задаёт вопрос наш зритель. Можно ли на этом станке затачивать вогнутые передние поверхности кусачек? Это кусачки типа бишкек. Ну, я так понимаю, речь идёт о кусачках, у которых передняя поверхность сформирована в виде вогнутой лица. – Да, это возможно, да, это возможно. Вопрос, как это сделать. – Да. – Как это сделать? – Вопрос, как это сделать. например мы возьмем опять же те же там новые щипчики но просто я уже начал ну к примеру мы представим что это пешкет но нет вот то есть мы опять же их сюда аккуратным образом они у меня раскрыты 90 градусов то есть далее так как здесь колено манипулятором подвижный соответственно углы атаки в принципе я могу относительно устроить но скажу следующим образом как говорится в прямом эфире пытаюсь скорее всего скорее всего нужно будет будет электро корун с коническим профилем то есть мы его сюда ставим и соответственно вот так вот мы можем подводить но имеется ввиду делая наклон например на наклон держателя и то есть соответственно делать его шлифовку именно в виде вогнутой линии либо мы просто берем снимаем например те же самые щипчики устанавливаем туда тот же там электро корун и вот таким образом по внутренней поверхности но в данном случае у нас вот это вот поверхность должна быть максимально ровно выровнена и вот таким вот образом мы можем это делать но опять же насколько я знаю без пек там внутренняя поверхность у нее вот так вот вы шлифовка делается нижней части круга поэтому если мы говорим о расстоянии отреживающей кромки там 2-3 миллиметра то есть в принципе вот вы завели формировали и вам больше ничего не надо то есть как вариант вот именно таким образом но пешкек на самом деле сложные щипчики заточки поэтому здесь наверное уже это все придется то есть если говорить про допустим вот здесь возможности ну как бы есть опустить допустим то есть саму колено манипулятора но не настолько как на джинси 2 ну я собственно уже предлагаю перейти на этот станок на станок джинси 2 для того чтобы продемонстрировать его работу а помню нашим зрителям что вы можете сегодня и до конца месяца заказать станки в компании оденс и вместе со станками оденс вы можете приобрести видео со скидкой 25 процентов в рамках участие сегодняшнего вебинара видео вы подробно узнаете о том как работать на данном станке какие работы выполняются как они выполняются в общем приобрести полноценное обучающее видео так у нас станок джинси 2 но опять же мы его немножко рассматривали на нашем прошлом вебинаре мы уже с вами помним что у этого станка собственно говоря линейный манипулятор который позволяет производить перемещение в двух плоскостях и этот же манипулятор он позволяет регулировать вращение самого инструмента мы можем в 60 градусов провернуть здесь соответственно и сделать здесь наклон то есть опять же влево вправо но опять же может для удобства компании оденс ну как бы я вот с точки зрения себя как пользователя этого станка и чем он мне понравился то есть первое опять же наличие преобразователя частотного то есть пульт управления здесь показывает число и количество оборотов и все находится вот перед глазами то есть включили отрегулировали то есть необходимую нам частоту вращения и собственно ней работают то есть по необходимости выключили то есть опять частотный преобразователь запланирован на определенное количество времени остановки двигателя то есть вот он остановился вот это первое второе то что здесь удобный опять же держатель то есть который позволяет также момент быстрого режима да то есть установили затянули и соответственно уже можем сделать подвод к абразив вот вопрос абразив находится достаточно низко компания оденсор выработала вот такую вот замечательную предпособы с вашего разрешения сейчас туда немножко заберусь и продемонстрирую и мы проворачиваем то есть здесь идет прямо можно там по доле миллиметра поднять то есть оно фиксируется уже да и станок не будет иметь какого-то там раскачки да то есть там с левой стороны есть эксцентрик но честно говоря я вот им даже и не пользовался в момент когда есть вот эта вот штука очень удобная регулятор по высоте который позволяет настроить положение инструмента относительно шлифовального круга вот это здесь например вот если мне нужно опять же сформировать переднюю поверхность то есть мы сделали подвод настройку да то есть вот я вижу то что у меня сейчас круг достаточно высоко стоит то есть я опять же нажал так и чуть его заглубил заглубил это сделал подвод все шикарно вот меня устраивает необходимая высота данного данного абразив то есть дальше уже сделал технику то есть соответственно один барашек затянули второй барашек затянули сделали подвод и вот как раз возвращаясь к тому вопросу такая поверхность то есть идет рабочий вот здесь вот так как здесь идет линейность вперед-назад то есть я беру хоть пять хоть там шесть-семь миллиметров до мы ее проточим потому как мы можем здесь зафиксировать то есть да то есть барашка ну все у нас движение идет вперед-назад то есть расслабили подвинули опять отрегулировать ну как бы я по мне я привык работать именно на динамичке ну хотя бы полмиллиметра туда-обратно я чуть-чуть двигаю то есть чтобы мне избежать прижога поверхности металла и соответственно зерна таким образом мы работаем гораздо быстрее нежели чем если мы просто на одну хую подводим то есть соответственно подвели посмотрели примерно соприкосновения то есть допустим ну чуть-чуть надо сейчас открою что я приведу опять же там можно опиштить тот самый там свет чуть ниже настройка происходит у нас нескольких плоскостях и мы настраиваем нашу переднюю поверхность ну как бы моя привычкой то есть я переднюю поверхность поднимаю назовем ее от обуха к резче кромки то есть не от резче кромки заглубляет а именно поднимается от обуха к резче кромки вот то есть поверхность естественно она получается больше подъем и соответственно мне просто на дольше хватает если ко мне клиенты обращаются уже повторно то есть это я делаю для своего внука то есть ну соответственно вот я сейчас его настроил затянул проверил и готов опять же вопрос на какой скорость я буду работать ну опять же наверно вернусь к тем же 2000 сейчас мы собственно говоря формируем переднюю поверхность кусачек то есть опять же мы можем здесь как бы есть возможно снятие возможно снятие вот этого всего вот кстати задали вопрос в последней версии gmt2 имеет возможность снятия манипулятора так ли это да это так как мы только что продемонстрировали насколько это необходимо ну если вы опустите голову сбоку вы можете при вращении или вы не выключили станок вы можете просто лоб прокачать я имею ввиду поцарапать и не всегда это удобно то есть ну как бы это вот нужно смотреть здесь вы легкость его сняли подвели свет посмотрели и вот этот вот держатель да он возвращается он абсолютно без люфтов вообще просто таким образом сняли посмотрели вернули обратно и все ваши настройки сохранились то есть вы не перенастраиваете заново устанавливаете углы снова вам не нужно вынимать но щипчики из держателя и все сохраняется здесь тоже самое опять же делаем подвод вот настройка произведена опять же включая то есть в принципе все достаточно быстро здесь всего два барашка да вот и ну 3 это только для фиксации вот опять же мягенько подвожу ну кто-то может сказать там допустим станок джинси 2 снимает очень много металла господа все зависит от вашего прижима да поэтому будьте внимательны я думаю что это как раз тот момент когда все зависит именно от руки мастера и опять же данный станок сделан таким образом что вот эти втулки посажены на глухую здесь минимальное торцевое биение то есть в отсутствие торцевого биение при работе с формированием тех же передних поверхностей я максимально чувствую прижимность значит я сниму металла ровно столько сколько мне необходимо то есть если раньше допустим там человек покупая обычный грижок устанавливая на него алмазовую тарелку чашку или тот же самый круг с прямым профилем он не мог добиться или там добивался в пределах 0,5 десяток то есть естественно вот эта вибрация она всегда мешает при работе с формированием той или иной возможности съемки металла соответственно здесь я максимально это чувствую и снимаю ровно прямо вот столько сколько мне необходимо вот в данном случае вот нам кусочек съемки металла то есть опять же рабочей поверхности для формирования по возможности пасочку да то есть я могу работать ну где-то ну буду подниматься могу там на 2-3 минуты по факту это ну почти весь срок службы запас уже да ну для данных щитчиков да то есть для каких-то возможно нужно будет больше или нужно будет просто впоследствии перетачивать вот задают вопрос по расходным материалам китайские алмазные диски китайские или наши наши производство россии да что у нас алмазов да действительно у нас якутия это страна родина алмазов практически ну нет все наше все это то есть здесь опять же ну как бы это вот это на предыдущих я убрал люк да сформировал показал как формируется фаска то есть здесь нужно тоже убирать люкты ну потому что вот как бы ну если идет болтание да то есть может даже щелчки относить у меня то есть опять же нужно устранить люк а также здесь зажимается зажимается непосредственно вот здесь открутили и вот эта площадка должна быть параллельно вот этой площадке да то есть здесь все достаточно опять же легко затянули и забыли дальше мы уже работаем только вот этим вот рычагом который нам позволяет именно сделать подвоз непосредственно да в данном случае Павел номер попрошу вот опять же мне отсюда снять или ну да 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 мы переходим на вторую чашку панка GMT2 на которой у нас закреплен абразивный материал на диске в данном случае то есть как бы здесь сейчас цепляться к абразиву я думаю не стоит да я работаю сейчас с 600 то есть я сейчас просто именно технически показываю как это необходимо на нем работать то есть вот я допустим зафиксировал высоту щипчиков да и здесь у меня сейчас вот ну не в этой вот скажем так ну не на этой поверхности находится да то есть мне нужно соответственно станок чуть-чуть заглубить то есть опустить вот у меня съем шоу вот таким вот образом то есть ну я считаю что это правильно мне так удобнее и соответственно дальше я уже буду там тот же самый свет могу запустить чуть ниже самих щипчиков то есть чтобы мне на просвет посмотреть именно подвод то есть у меня здесь в данном случае опять носит если позволите я сейчас попробую заглянуть камера их сверху потому что здесь у меня в роли оператора и соответственно вот он просвет то есть мы можем здесь увидеть то есть вот вот ну опять же да мы можем увидеть это вот то есть здесь опять же за счет вот этого вот замечательного фонарика который здесь присутствует то есть здесь мы опять же это все фиксируем включаем можем опять же уменьшить количество оборотов до полутора то есть здесь нам не нужен съем да для того чтобы использовать весь образец по шкуруте я здесь уже могу движение делать вперед-назад тут у меня все я могу это одной рукой работать другой курить как бы да то есть если мы курим хотя курим вредно курить вредно да я сейчас реклама курения то есть формировали опять же до однородного пятна контакта вытащили глянули то есть я вот сейчас вижу что одна у меня нижняя часть паски она не проточена то есть вот оно удобство да опять вернули мы не нарушили момент подвода и то есть опять же по всей поверхности подвигали соответственно фаски я сформировал я вижу что поверхности однородные по большому счету опять же можно их вытащить и протестировать что-то можно спросить еще раз в пакете тестируем мы в данном случае на пакете полиэтиленового да я пока сейчас ценителей как бы манитюристов которые любят это проверять на влажных салфетках ну то есть вот рез 30 лет относительно заточенных фасок на 600 шкурки достаточный фару то есть потом это можно естественно полировать ну опять же для ценителей полировки там или кто там желает это может сделать на тысячные шкурки на двухтысячные на пяти тысячные ну ребят это уже ваши как бы прерогативы да то есть наша задача вот именно показать дальше то есть можно сделать какие-то ручные ну уже манипуляции на руках то есть я для начала сначала опускаю станок вот максимально низко для того чтобы мне было удобно именно доставать до до круга относительно вот этой поверхности да то есть здесь как бы удобно я могу вот в эту вот направляющую установить то есть далее что я делаю ну к примеру прошу прощения да дальше что я делаю я например с обуха чуть-чуть металла снимаю то есть выхожу на носик да вот снял металла посмотрел то есть формировал толщину пасок по щечкам я делаю руками вам рекомендую делать вручную ну потому что не всегда толщина самой вот этой щечки может позволить оставить ее более стойкой на момент смекания в принципе это достаточно легко то есть вот пасочку я сейчас делаю тоненькой ну назовем это движение опять же в виде формирования угла конвикс но не с максимальным выходом да то есть некую линзовидную форму мы ему придаем да да все правильно опять же шкурка 600 она снимает очень медленно она тут же автоматически заполировывается вот блестит шикарно да то есть можно поставить там 320 400 ну я имею ввиду более грубые шкурки и просто съем произвести гораздо быстрее потом также можно сменить абразив полировать либо поставить там тот же самый вулканит сюда или там рядом просто заточила да то есть на вулканит полирнуть ну кто на чем да там фетры то есть вот это сделали соответственно эта сторона ну для этого мне нужно сделать смену абразива то есть в принципе для того чтобы это произвести ну достаточно быстрым таким телодвижением мы можем это все в комплекте ключи вот эти вот идут благодаря наличию fastfix то есть раз прям вот буквально секунду это все сняли соответственно господин спрашивает а так вы выполняете заточку двухсторонний парус пикерные кусачки двухсторонний парус я пум 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 можно сделать на вулканите то есть там никуда необходимо залазить на переднюю поверхность вот то есть именно на вулканите с стороны пасок сделать полировку ну честно говоря он такой индивидуальный на самом деле продукт и когда он попадает в уроки мастер уже непосредственно выбирает степень работы то есть с какими поверхностями он будет работать сейчас я перекидываю соответственно чашечку то есть мы сюда ставим нашу чашку с магнитным держателем да с магнитным основанием они уже закреплен абразив 600 ну да то есть мне чтобы сейчас еще вот такой вопрос задают можно ли поставить на станок GMT2 манипулятор с маникюра нет это два разных абсолютно станка поэтому не надо из мерседеса делать скалину ну я имею ввиду на примере того что если конкретный станок предназначен по параметрам и рабочим характеристикам мы не можем видеть под одну как говорится операцию да ну я имею ввиду здесь он никуда вот эту вот салазки мы не выкидем и сюда мы не воткнем этот штиф чтобы туда его высадить я если честно говоря тоже не вижу какого-то то есть это два разных станка да у которых две разные абсолютно задачи то есть у одного станка это мы его скажем так позиционируем для людей которых есть ну уже маникюра допустим достаточно какой-то опыт работы да второй станок соответственно мы его позиционируем для людей которые вот только-только начали заниматься заточкой инструментов вот я перекинул в принципе абразив ну допустим даже не имея чашки второй ну алюминиевой да но тем не менее перекинул и я могу сделать сейчас вторую сторону причем обращаю внимание что здесь также полная отсутствие биения по торцам то есть я также сейчас быстренько формирую толщину паски то есть мы сейчас производим заточку задней поверхности по щеткам по щеткам то есть я сейчас формирую толщину уже непосредственно самой паски то есть чтобы мы ну точнее не мы а мастер по щеткам то есть соответственно так же я делаю обработку уже по боковым поверхностям то есть калибрую носик чтобы он меня равномерно садил я показываю на одной шкурке как бы да шкурка дает такую хорошую минимальную шероховатость на самом деле вот и поэтому щит получать достаточно изначально красивые относительно даже одной шкур даже технологически они могут очень бодро работать опять же произведя заточку всего лишь на одной шкуре хотя технология подразумевает что подобные операции выполняется на абразивах я обращаю внимание на тех на этот момент тех кто нас сейчас смотрит что уважаемые участники вебинара этот момент он очень важен что работаете не подумайте что я как бы предлагаю работать только на одной шкурке я имею ввиду что в рамках демонстрации мы показываем эту операцию ну все для того что время у нас ограничено все вот они у меня готовы по большому счету мне их можно только ну если вы хотите их еще прополировать то есть вот платочки максимально тоненькие носики я свел на роте и по входу круга скалибровал вот прекрасно это мы сделали на по поводу педикюрных кусачек я просто задам точнее не задам вопрос а отвечу то есть как бы количество обращений по педикюру ну там в десятки раз меньше относительно да чем монитор а с чем это связано ну во-первых как ни странно их храняют меньше раз как ни странно ногтевая пластина она все-таки гораздо плотнее чем петикула и соответственно даже самые такие унылые склозоточки и тачки предназначенные для работы с ногтями да то есть они будут все равно работать ну то есть это должен пройти какой-то большой объем времени чтобы они пришли в него ну то есть в основном конечно и задает вопрос диаметр круга на котором наклеен образец 125 миллиметров у нас это основной размер которым работают все станки да владимир еще один такой небольшой вопрос по заточке ножниц какой станок допустим я опять же начинающий ножницы для маникюра прямые подойдет именно маникюру в силу того что у него есть возможность да у него есть возможность держателя у него есть возможность переустановки держателя мы как бы на нем сегодня особо так не сакцентировали вероятно ну как бы вот здесь вот можно сюда поставить воткнуть то есть мы можем сюда установить те же самые ножницы к примеру да выбрать там допустим ту самую шкурку ну необходимую для нас вернись и сделать подвести заточку по передней поверхности то есть опять же вот таким вот замечательным образом пользователи заточки города замечают что я делаю все это на конце полтора ради бог ну как бы здесь можно трактовать этот момент следующим образом то есть вы делаете это в горизонтале я это делаю в вертикале то есть мне это удобнее я смотрю сверху то есть там смотреть вот допустим да вот таким вот движением то есть можно формировать опять переднюю поверхность то есть очень аккуратно смена абразива также будет происходить очень быстро на станке в драйв опять же в силу горизонта сложно вполне начинающим или не начинающим то есть вертикально может быть это будет дом может быть и нет тут каждый подбирает от себя мы сняли посмотрели вот шикарная блестящая поверхность который что касается вопроса проведения задачных работ по мониторному инструменту но я надеюсь что на основные моменты мы все-таки дали ответы вопросов было достаточно много рассказали подробно если вас заинтересовали станки адемс вы всегда можете их приобрести как заказав на нашем сайте адемс.ру так и позвонив нам и переговорив непосредственно с менеджером а я напомню что те кто закажет станки до конца января месяца может приобрести обучающее видео по данным станкам со скидкой 25 процентов Владимир большое вам спасибо за то что рассказали за то что показали за то что дали возможность поприсутствовать в студии посмотреть как все это происходит в реальности я думаю наши участники вебинара тоже вам за это скажут большое спасибо надеемся увидимся с вами не последний раз до новых встреч увидимся в эфире задавайте вопросы пишите можете давать вопросы потом менеджерам оставляйте вопросы в виде комментариев под этим видео мы обязательно всем спасибо до свидания до новых встреч